Амброзия Амброзия. За этим пеострым и грациозным названием кроется опасное растение, вызывающее сильные аллергические реакции. Как же на самом деле выглядит горе-трава, почему она может быть опасна для некоторых людей и как с ней борются в Савиньоне и за его пределами? Далее в нашем репортаже. Вот это и есть та самая амброзия. Амброзия полыни-листная. Это тот вид амброзии, который характерен именно для нашего региона, для Одесской области. Данное растение, оно не цветущее, но тут уже появляются соцветия. И скоро это растение начнет выделять пыльцу. Именно эта пыльца является виновником аллергических реакций у многих-многих людей. Далее концентрат пыльцы в воздухе при дыхании попадает в дыхательные пути. Причем она попадает и в полость носа, и в носоглотку, и в глотку, в трахею, в бронхи и в легкие. Вся дыхательная система наших действий при вдохе как пылесос своеобразный всасывает весь этот воздух с аллергенами. И если человек склонен, предрасположен к аллергии, у него начинается аллергическая реакция. Насморк, чихание, кашель, заложенность носа, першение в горле, покраснение глаз, обильная слезоточивость. На первый взгляд это начальные симптомы обычной простуды, которая может возникнуть из-за летних сквозняков, холодной воды или кондиционеров. Но только не в этом случае. Ведь именно такие симптомы появляются у аллергиков в период активной фазы цветения хищного сорняка. Если большое количество заболеваний в медицине связано с пониженным иммунитетом, например, инфекционной болезни, то аллергическая реакция – это, наоборот, болезнь, связанная с повышенным иммунитетом. То есть та иммунная система, которая призвана защищать нас от инфекции, от вирусов, грибков, бактерий, она, условно говоря, взбесилась. И она начинает кидаться на те безвредные белковые вещества в нашем окружающем мире. В таком случае наши дыхательные пути – нос, горло, легкие – являются полем битвы между аллергеном и иммунной системой. Такое активное сопротивление иммунитета человека на пыльцу амброзии длится в течение нескольких месяцев – с середины июля и до конца сентября. В некоторых случаях это может привести к серьезным осложнениям. И если это не лечить, это может привести к тяжелым заболеваниям дыхательной системы, таким, например, как бронхиальная астма. На вопрос, есть ли амброзия на территории нашего поселка, управляющий обслуживающего кооператива «Савиньон» отвечает, что такая проблема есть, однако масштабы ее по сравнению с прошлым и позапрошлым годами значительно уменьшились. Местами она растет. Вот буквально вчера мы косили на улице Рассвета она была. На пустых участках как бы мало, но мы стараемся их тоже косить, пустые участки. Ну, по возможности смотрим, косим. Не отрицают наличие амброзии на своей территории и наши соседи с Маринвиласа. Конечно, есть. Это понятно, потому что от нее никуда не денешься. Понимаете, этот год еще наиболее сложный, потому что из-за того, что этот год более прохладный и было много дождей, то понятно, что сейчас трава очень сильно растет. И вместе с ней, естественно, амброзия. И с этим делом мы, конечно, безусловно боремся. Бороться с амброзией в Савиньоне и Маринвиласе коммунальщики пробовали несколькими способами. С помощью химии и путем скашивания. Но сами жители отдают предпочтение второму. Не все очень довольны химией. И как бы было бы легче всего завести бочку химии и выпылить это все. Понимаете? Но, как показывает практика, народ не весь доволен этим вопросом. Поэтому пока мы обходимся тем, что выкашиваем. Полный покос сорняка на улицах Савиньона осуществляется коммунсервисом в среднем один раз в месяц. Однако в некоторых случаях приходится косить чаще. По мере вырастания все это делается. Каждый день делаются объезды, смотрим все это. Я в том числе тоже объезжаю территорию и дворники, и озеленители смотрят. Основную проблему тут создают заброшенные и незастроенные участки, которые на долгое время остаются без присмотра хозяев. Они загрязняются и зарастают травой, среди которой не исключено наличие амброзии. И если ее выкашивать, то за чей счет? Если участок пустой и нет владельца, то есть он не появляется, то приходится за наш счет это делать. Если же участок имеет хозяина, то есть он на связи, то он оплачивает эти работы. Бывает, что даже сам собственник своими силами косит свой участок. Такая же ситуация наблюдается и в Маринвиллосе, где владельцы не интересуются своими заброшенными участками, не платят членские целевые взносы и не выходят на связь с администрацией. Опять обзваниваю, прошу о том, чтобы они пришли. Либо сами как бы убрали траву со своего участка и вместе с ней ту же самую амброзию. Либо мы это сделаем за счет кооператива. Для этого надо, чтобы люди пришли, и мы как-то нашли с ними какой-то общий язык. К сожалению, это очень сложно, потому что люди, которые имеют там участки, многие их просто забросили. Поэтому максимально все, что я могу от меня, как от председателя Маринвиллоса, я буду делать. Буду настаивать, мы будем выкашивать и будем амброзию убирать. Борьба с амброзией сегодня продолжается не только внутри Савиньона, но и за его пределами. Ежемесячно весь периметр поселка подвергается полному скашиванию сорняка. Следующим этапом будет плановый покос в районе новой подъездной дороги, примыкающей к Старой Личевской, обещает директор коммунсервиса Вячеслав Станкевич. Масштабы борьбы с амброзией растут, как и сама амброзия. Специалисты утверждают, что кроме естественного размножения, этот злосчастный сорняк может свободно перемещаться из одной местности в другую с помощью щебня, который добывается из грунта и перевозится на различные строительные объекты. В борьбе с опасным аллергеном не собираются сдаваться и некоторые активные жители Люсдорфа. Елена после того, как переехала жить сюда, стала страдать аллергией на амброзию в острой форме. Недавно она письменно обратилась слідчина к председателю Таїровского поселкового совета Хасану Хасаєву. Шановный пане голова, мы мешканці Таїровской селищной ради УК ЖК Люсдорф. Хочемо звернути вашу увагу на проблему борьбы с карантинными рослинами на території Таїровской селищной ради, а саме амброзией полинолисною, экологично небезпечным для людини та довкілля бурьяном. Несмотря на неоднократные призывы в социальных сетях обратить внимание савиньоновской общественности на данную проблему, письменное обращение на сегодняшний день собрало всего лишь около 30 подписей. К сожалению, этого недостаточно, чтобы представить общую картину ситуации, определить степень ее глобальности и уровень опасности хотя бы в рамках савиньона, который, как известно, находится в эпицентре амброзии. Мы можем убрать, допустим, собаку или кошку, если у человека аллергия. Мы можем убрать хомячка. Но мы не можем убрать растения, которые эндемичны для данного региона. Мы можем уменьшить количество пыльцы, допустим, закрывая окна, включая кондиционер, применять различные фильтры бытовые. Это приборы электрические, которые прогоняют воздух и очищают, оставляют эти пыльцевые частицы на фильтрах. Можем уменьшить в какой-то степени, но кардинально избавиться не получается. Лечение аллергии – это, к сожалению, не так все просто, как я вам рассказал. Иногда нам приходится долго с этим пациентом работать и этот узелочек развязывать, чтобы ему помочь.